Я вообще-то приехал с Украины и сейчас являюсь политический беженец. Преследует меня власть. Сам я уполномоченный по правам инвалидов Украины был при кабинете министра Вазарова Николая Яныча. Ну а также еще и народный депутат Украины. Мы много про услышали. Скажите, пожалуйста, что такое война? Война это страх, разруха. Я сам лично побывал в Донбассе. Знаю, что это такое человеческое горе. Как бы не ожидал, что это происходит на территории Украины, на территории славянских народов. Вот как бы я это все назвал. Поэтому все видел своими глазами. Скажите, откуда вы знаете Александра Хирурга? Я познакомился с Александром Хирургом еще лет где-то 20 тому назад. У нас друг, который меня хорошо знает, он в Украину приезжал. Мы познакомились и так начали общаться. Ну, как бы сложилась так ситуация, что я сегодня в Москве. Поэтому поддерживаем отношения, общаемся. Он своим делом занимается, я своим делом занимаюсь. Вот сегодня удалось побывать на фильме прекрасном. Посмотреть его своими глазами. Чем же все-таки занимается Александр? И как ваше впечатление от фильма? Таких фильмов надо делать больше и больше. Во-первых, столетнее мгновение, можно сказать, за 40 минут. И этот фильм говорит, мы люди не должны повторять ошибок. Смотрите в историю. Этот фильм просто сказал, что без истории будущего не бывает. А память коротка. И все войны, проблемы в наших народах из-за того, что мы забываем самое святое. Историю. Забыло поколение, что такое Великая Отечественная война. Вот и постучала в дверь гражданская война. А ведь это было. Вот и Александр по большому счету это показал. Этот фильм нужен для молодежи. Он патриотический. И если бы такие были фильмы непосредственно на территории Украины, я думаю, этого бы не было. Мы ведь братский народ. Нас просто разделили. И он в этом фильме действительно показал, кто разделил, кто за этим стоит. И он в этом фильме показал о змеи, который разрушает и высасывает всю энергию, которая сегодня есть в России. Это ресурс, это богатство. Сегодня Европе, Америке, Англосаксам. Необходимы наши богатства. Их не интересует человеческая жизнь. Вот Александр показал, что такое человеческая жизнь в столетии. Берегите жизнь и любите ее. Поэтому если этот фильм выйдет на телеэкраны, большие, он будет иметь успех. Он будет иметь успех по одной причине из-за того, что ты проникаешься. У тебя срабатывает чувство самосохранения. Ты сразу начинаешь думать, что если не мы, то кто защитит эту страну. А какая бы ни была Россия, либо Украина, это страна. Это отечество. Просто раньше мы объединенно жили. Вот если бы сегодня такие фильмы были, мы бы никогда бы не поссорились. И как ваше впечатление от фильма «Русский реактор»? Слушайте, я впечатлен русским реактором. Если бы еще, знаете, это был славянский реактор, это был бы вообще успех. Вот этот фильм именно объединяет ваш народ. А ваш народ российский, он многонациональный. Потому что Великую Отечественную войну именно многонациональность выиграла. В том числе и Россия. Вот надо чего ценить. Вот в этом фильме именно это показано. Берегите историю, цените ее и созидайте то, что у вас есть. А вы, молодежь, смотрите, чтобы потом война в дом к вам не пришла. Поэтому, что я могу сказать? Успех!